Плейстейшн 4 Взлом связан с кучей проблем и сложностей Доступен он далеко не каждому Работает очень нестабильно И в целом встает куча вопросов из разряда Оно вам надо Но, как вы понимаете, я уже давно поехал крышей И не могу просто играть в игры и получать от них удовольствие Как все нормальные люди Мне нужны всякие грязные извращения От которых Кен Кутараги скажет Что ты сделал с моей дочерью, грязный ублюдок А значит пришло время, как в старые добрые Погрузиться в семь кругов ада пердолинга И выяснить, на что же способна Хакнутая Плейстейшн 4 И есть ли вообще в этом смысл Все постоянно задаются вопросом Почему игры стало делать Так долго и так дорого Ответ очень простой Технологии скаканули, игры стали красивые И рисовать их становится все сложнее Каждую текстурку, каждую анимацию Каждую 3D модель Теперь надо делать с беспрецедентным Уровнем детализации и реалистичными текстурами В 4К можно рассмотреть каждую заклепку На ремне вашего космодесантника И поэтому индустрии нужны 3D художники Спрос на них постоянно растет 3D художники создают все эти игровые миры Моделят окружение, персонажи и анимируют их Также они нужны в дизайне, рекламе и конечно же в кино Интересно? Так вот Онлайн школа дизайна Contented Приглашает вас на курсы 3D Artists 15 месяцев интенсивного обучения За это время вас научат уверенно работать В Cinema 4D, Blender и Maya Создавать уникальные 3D модели С реалистичными текстурами Анимировать 3D, в том числе и персонажей Делать 3D ролики для рекламы и презентаций Практиковать скиллы будете на реальных брифах Из геймдева и рекламы По итогу обучения у вас будет шикарное портфолио И минимум 200 часов реальной практики Обучение гибкое, можно совмещать с работой Программу создавали профессионалы из индустрии Работавшие с крупнейшими брендами Базилевс, Яндекс, Пепсико и другие После обучения вам выдадут сертификат государственного образца А карьерный центр поможет с трудоустройством Если вы человек творческий, интересуетесь дизайном То обратите внимание на курс Возможно, 3D художник это профессия, которую вы искали По моему промокоду RESTART, скидка 50% и подарки в декабре Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании На взлом PlayStation 4 иронично ушло 4 года После чего хакеры выложили в открытый доступ первую версию HEN HEN или же Homebrew Enabler отключает шифрование и электронные подписи продуктов Что позволяет геймерам запускать неподписанный софт, эмулятор И в общем, наконец, пользоваться своей консолью так, как они посчитают нужным Ну и конечно же, можно поднять пиратский флаг И отправиться бороздить просторы торрент-трекеров В поисках бесплатных игровых новинок Но это мы осуждаем Также можно накатить кастомные темы А самое главное, русики, фанатские патчи И прочие улучшалки уже имеющихся игр Какой-то парень грохнул наших ребят И ошибается по канализации Что еще за ублюдок? А не знаю Завидев положение DL, Sony приступила к лотанию дыр в системе безопасности Но хакеров было не остановить Они со временем ломали каждую новую прошивку Никакая защита не могла их остановить На сегодняшний день хен можно спокойно накатить на все плойки Прошивка которых не превышает версии 9.00 А может быть уже и еще выше Зависит от того, когда вы этот ролик посмотрите А значит, совершенно бесплатно можно запустить все проекты Вышедшие до 2021 года включительно Да и кроме того, не все новые игры требуют самую последнюю прошивку Так что и некоторый свежак поиграть получится Вроде Horizon Forbidden West, Dying Light 2 или Elden Ring О, Elden Ring Собственно, как я взломал свою PlayStation 4 После покупки PlayStation 5, моя четверка так и стояла кирпичом Включал я ее один раз, когда делал тот проклятый видос про Cyberpunk 2077 Так что прошивка на ней устарела И я смог безнаказанно накатить взлом Некоторые, кстати, то же самое делали с PlayStation 5 прямо на старте Покупали себе сразу две консоли В одну играли, а вторую ставили на полочку в ожидании взлома Который, кстати, как раз недавно произошел Но это совершенно другая история Все, что вам понадобится для взлома PlayStation 4 Это обычная USB флешка, персональный компьютер и кружечка кофе Делается это все за три минуты Если что, это ни в коем случае не гайд по взлому консоли Я осуждаю Покупайте лицензию по возможности Сейчас со скидками и подписками это вполне себе доступно Мы здесь больше изучаем грани пердолинга И на что способна консоль без аку в Sony Тем более, что взлом вносит и свои ограничения Никакого вам мультиплеера Никаких официальных приложений Никакого ютубчика и нетфликса Хотя, все-таки вариантики есть Благодаря Homebrew Store вы сможете загрузить на консоль Крякнутые версии мультимедийных приложений Стабильность которых ничем не хуже лицензионным аналогам А если у вас возникнет желание Погонять в кооперативе со своими недобросовестными друзьями-пиратами К примеру, в какой-нибудь пятый Far Cry То вперед! Ставим на ПК всем известный хамачи Прописываем нужные адреса И понеслась Правда, у ваших друзей, очевидно, тоже должна быть взломанная плойка И вообще, звучит это слишком запарно Проще уж на лицензии остаться Главный минус заключается в том, что Тусовки, достижения, автоматическая загрузка патчей для игр Облачные сохранения Все это отныне становится для вас недоступным Добавьте к этому гарантированный бан от Sony В качестве наказания за посещение PlayStation Network с прошитой консоли И риск окирпичивания устройства Google, Discord и форумы станут вашими лучшими друзьями Ведь ни о какой стабильности и надежности взлома речи не идет Периодические вылеты и зависания станут обыденной действительностью А самый сок заключается в том, что после выключения консоли взлом попросту слетает Дело вот в чем Хен это не полноценная прошивка, что ставилось, к примеру, на третью плойку А лишь модификация официальной операционки, расширяющая ее функционал От этого вылезают подобные проблемы Так что консоль нужно строго держать в спящем режиме, а флешку с хаком положить на самое видное место Итак, какие же возможности открываются пользователям, решившим перейти на темную сторону рейминга Помимо банального запуска пиратских игр Ну, для начала, эмуляторы RetroArch по-прежнему осуждаю, но он позволит погонять во всякую классику NES, Super Nintendo, Mega Drive и PlayStation 1 эмулируются просто замечательно А игры, вне зависимости от сложности графики, идут, естественно, плавно Но этим, конечно, никого сегодня уже не удивишь Эти платформы будут идеально эмулироваться и на картофелине А на Xbox они вообще работают без взлома Дальше начинаются сложности Nintendo 64 запускается, но большая часть игр работают из рук вон плохо Откровенно неиграбельно К примеру, Zelda Majora's Mask Вылезают подводные камни в виде низкого фреймрейта и лагов Играть в таком качестве просто невыносимо Впрочем, Nintendo 64 везде эмулируется проблемно Так что... Сторонний эмулятор Sega Saturn вообще отказался стартовать Выкидывая на домашний экран с ошибкой На ютубчике вроде есть видео работоспособности Сатурна Но у меня оно работать уверенно отказалось В делах взлома консолей по традиции миллиард нюансов И в итоге у всех все по-разному Да и сам Хен доверие не внушает Есть, правда, и другой способ Как и на Свиче, Sega выпускала свои игры с Сатурна со встроенным эмулятором И вы можете сами создать отдельные лончеры на PS4 с желаемой вами игрой Сразу со встроенным эмулятором Но работает далеко не идеально И не думаю, что вся эта работа стоит того, чтобы хоть как-нибудь кривенько поиграть в игры с Сатурна Куда интереснее дела обстоят с эмуляцией предыдущих поколений консолей от самой Sony Интерес здесь заключается в том, что стартуют игры с PS1, PS2 и PSP без каких-либо сторонних программ И, что забавно, запуск осуществляется благодаря скрытому в недрах системы официальному соневскому эмулятору Все, что вам нужно сделать, опять же, взять образ желаемой игры и на компьютере с помощью отдельной утилиты Создать специальный инсталлер на PS4 А на консоли уже просто установить, как любую другую игру Правда, здесь нет никаких улучшалок и настроек Встроенный эмулятор от Sony запускает игры так, как они работали в оригинале И это, ну, не супер В этом случае логичнее будет запускать игры первой плойки через сторонний эмулятор из ретро-арча, например Но зато там можно будет накатить повышенное разрешение, всякие улучшалки и прочее Что же касается PS2, то особых проблем с запуском игр устроенного эмулятора не наблюдается Я потестил несколько довольно тяжелых проектов и работали они почти что идеально Почему почти что? Ну, к примеру, во втором Боге войны сильно лагали катсцены Но на качестве геймплея это никак не отразилось Европейская и американская версия Теней Колоссов по какой-то причине вовсе отказалась запускаться Зато японская завелась с первой попытки и показывала завидную работоспособность Западные версии, эксклюзивный, на секундочку, между прочим, консольный Call of Duty Big Red 1 Попросту отказались устанавливаться Однако на форумах пишут, что японский образ запускается без особых проблем Дело лишь в том, что на просторах сети его днем с огнем не сыщешь Легендарная Need for Speed Most Wanted, первый God of War и консольный шутер Black работают на ура Заметных просадок замечено не было Проблем со звуком и вылетами тоже не наблюдалось В общем, играть не только можно, но и нужно Стоит ли мне говорить, что официально Sony предлагают купить лишь кружечную часть библиотеки PlayStation 2 Со взломом игр доступно в разы больше А для самых изощренных пиратов можно взять ром и игр с кривыми пиратскими переводами Да, ты тоже хочешь вернуться, тогда тебе надо к той дамочке внизу Естественно, об эмуляции третьей плойки никакой речи не идет Sony никакого эмулятора до сих пор не сделали А RPCS 3 и на компьютерах пока не уверенно работает До портов на другие платформы еще долго Да и слабовато PlayStation 4 для таких сложных задач Или все-таки нет С фанатскими портами игр дела обстоят, мягко говоря, не очень хорошо Pac-Man это, конечно, круто, но на Switch я могу поиграть в порт оригинальной GTA Vice City Тут подобного нет и близко Зато ставится все на раз-два через пиратский стор Или же обычной установкой ПКГ-файла Я не преувеличу, если скажу, что достойные вашего внимания проекты Можно пересчитать на пальцах одной руки Half-Life Blue Shift Идеально работающий Mario 64 Ну и куда уж без него Doom Ей-богу проще сказать устройство, на которое его не портировали А чем перечислять все градусники и умные унитазы и прочие там Статью вроде недавно видел на LEGO портировали Doom Вот так вот Но это все не важно В отличие от официального релиза, который вы можете купить в магазине Home-брюшная версия позволяет накатить на себя Не безызвестный Brutal Mod, ну и всякие другие моды Это специально для извращенцев, играющих в последние думы на высоких сложностях с геймпада Паровозик Томас в Скайриме и голый Крис Редфилл теперь доступны и на консоли Главная прелесть модов на взломанной PS4 заключается в том, что это буквально те же самые моды Что ставятся с Nexus'а и подобных ему ресурсов на ПК-версии игр Естественно, все не настолько просто, как кажется на первый взгляд И придется изрядно поплясать с бубном, дабы все это запустилось и работало должным образом Касаемо нюансов Способы добавления фанатского контента разняются от игры к игре Мы же рассмотрим порядок установки модов на примере вот ремейка Второй Обители Зла Использующий RE Engine в качестве игрового движка Ну а значит, по такой же схеме можно накатить модов и на все остальные современные игры Capcom Типа Devil May Cry 5 Как это делается? Есть специальная прога PS4 Patch Builder С ее помощью можно как бы разобрать, разархивировать образ игры Подменить нужные файлы, скачав их с того же Nexus'а И потом образ обратно запаковать Процесс этот намного сложнее, чем я описываю И на одну игру у вас может уйти добрых часа полтора Но, опять же, это не гайд Я уверен, вы справитесь Возможность поиграть в Bloodborne за CG того определенно стоит Помимо этого, есть возможность войти в режим разработчика И досконально изучить за текстурьем многих Sony'евских эксклюзивов Заняться поиском секретов и костылей, на которых работают те или иные игровые механики Правда, это все и на YouTube давно уже есть Так что вам этим заниматься незачем А вот что действительно достойно внимания Так это возможность снять лог на 30 кадров в секунду в ряде различных проектов По большей части повышение кадровой частоты актуально для владельцев Pro-версии консоли Так как ее мощностей вполне хватает, чтобы при Full HD разрешении Держать, ну, например, во втором Red Dead Redemption почти стабильные 60 фепоса На стандартной версии плойки придется жертвовать разрешением Опуская его вплоть до 720 рублей, а то и ниже Повышенным фреймрейтом отныне может похвастаться огромное количество игр Infamous Second Son, вторая ластуха и, конечно же, великий и ужасный Bloodborne Забавно осознавать тот факт, что взлом консоли дает вам лучший экспириенс от игр, нежели лицензия А вдвойне забавно, что Bloodborne в 60 кадрах есть на PlayStation 4, но его нет на PlayStation 5 Там люди до сих пор наслаждаются кривой тридцаткой До того, как данный патч улетел в открытый доступ, его автор даже потроллил японцев Пообещав, что опубликуют его в сети, если Sony и разработчики Bloodborne сами не обновят игру Как вы уже могли понять, чудо не случилось и загрузка неофициального обновления стала доступна на просторах интернета для всех желающих С играми From Software вообще отдельная история, ведь из-за особенностей игрового движка они работают с некорректным фреймпейсингом Ну, то есть даже если игра держит стабильные 30 кадров, они отрисовываются с разными интервалами В результате чего создается впечатление, будто бы картинка немного дергается и подлагивает От этого очень страдает input lag, играть просто некомфортно Золотые руки мододелов пофиксили и эту проблему Разработкой подобных анлоков занимается блогер под ником Illusion И установить его творение не составит вообще никакого труда Все, что от вас требуется, это запатчить официальный патч, тем самым создав фейковый патч, в котором мы изменим пару значений в коде Кроме того, что вы сможете исправить ошибки Sony, также можно накатить и трейнеры, проще говоря, читы Как старые добрые, да, прям как в детстве Чимакс и Артмани Можно накрутить валюту, ресурсы, бесконечные хитпоинты и манипулировать другими внутриигровыми значениями Полезен будет, к примеру, игрокам, жаждущим пройти новых ассасинов, но не имеющим никакого желания заниматься нудным гриндом опыта и древесины Нажали кнопочку Home, открыли ссылку в браузере, вписали нужные вам циферки и наслаждаемся с экономленным временем и нервами Это все, кстати, можно делать даже тупо с браузера в смартфоне, так намного удобнее Ну а теперь гвоздь программы Накатываем Linux С помощью установки этой операционки вы без преувеличения превращаете свое игровое устройство в полноценный ПК А значит ваши родители больше не смогут сказать вам, что вы там свои дебилки играете целыми днями Ведь как показали исследования, компьютеры кинескоп не сажают Для его установки вам потребуется USB флешка, мышь-клавиатура, внешний жесткий диск, юбка и чулочки Опять же, это не туториал, но если вы уже хакнули консоль, то ничего сложного в установке Linux на плойку нет После установки его можно будет запускать из главного меню вашей приставки Список возможных сценариев использования PlayStation 4 расширяется в разы Не совсем понятно зачем, но определенно расширяется Тут вам и вменяемый интернет-браузер, через который можно серфить ленту в соцсетях Или же смотреть рестарт на ютубе с разрешением вплоть до 4К У нас, правда, в 4К полтора видоса, но тем не менее Огромное количество разнообразного софта От офисных программ до более ресурсоемких, типа того же Блендера Все это, без сомнения, очень здорово и интересно Ну а как там дела с играми? Вот тут-то и возникают проблемы PlayStation 4 запустила Linux, но компьютером она от этого не стала Сама консоль запускает впечатляющие проекты, но это заслуга не железа, а оптимизации Так что, к примеру, одна и та же игра для ПК и для PlayStation 4 будет иметь совершенно разный код и совершенно разную производительность В интернете, конечно, есть гайды по разгону PlayStation 4, что в теории может дать намного больше простора для маневров Но это уже совсем какой-то шестой круг када пердолинга PS4 и так орет, как резаная даже на стандартных частотах Давайте пожалеем старушку Если вы решите пройтись по знаменитым ПК-эксклюзивам, вас ожидают примерно такие результаты Вторая Dota спешит подарить вам аутентичный консольный экспириенс, держа при Full HD разрешении плюс минус 30 кадров в секунду С просадками до 25 В целом играть можно, хоть и не очень понятно зачем Чего не скажешь о Counter-Strike GO К неиграбельной для соревновательных шутеров частоте кадров добавляются регулярные фрезы и подлагивания, полностью отбивающие всякое желание запускать следующую катку С чуть более старыми релизами от Valve Deluxe стоят капельку лучше Второе Left 4 Dead, Half-Life 2 и Portal работают вполне стабильно, а фреймрейт редко падает ниже 40 Самое забавное, что на Linux вы можете поставить интерфейс Steam Deck'а и запускать любые ПК-игры через него Производительности это вам правда не добавят, но в какое-нибудь ПК-старьё поиграть можно будет Если подытожить, получится комфортно наслаждаться в основном проектами с очень хорошей оптимизацией или же попросту не особо требовательными к мощности процессора Gothic'ы там или, что иронично, первые Halo играются замечательно, как и старые всякие RTS-ки на пару с разнообразной индюшатиной Ну, а теперь наступило время совсем уж чёрной магии На Linux'е, установленном на PlayStation 4, можно запустить известный эмулятор PS3 Да-да, RPC-S3 Да, у него есть сборка под Linux И шутка в том, что он работает То есть у Sony уже буквально нет оправданий, почему они до сих пор не сделали обратку с третьей плойкой Даже любители уже это сделали И я должен поверить, что сама Sony с их деньгами, специалистами и доступом к коду PS3 не может Работает это, правда, не идеально Точнее, это практически не работает Но всё равно это впечатляет! Список более или менее исправно работающих проектов стремится к нескольким дюжинам Например, с обеих ног у него вылетает Demon's Souls, почти всегда показывающий стабильную тридцаточку На ретро-эмуляторах долго останавливаться не станем, и ежу понятно, что они пашут на отлично Гораздо лучше, кстати, нежели чем на преусловутом ретро-арче в оболочке PlayStation 4 А вот вещи поновее уже интереснее В ретро-арче на PlayStation 4 нет эмулятора Dolphin для GameCube и Wii А вот на Linux он есть Ещё с давних времён в комьюнити хакеров сложилась очень потешная традиция После взлома очередной Соньки, первое, что они проворачивают, это запускают на ней Mario Kart Или там какой-нибудь другой крупный Nintendo-эксклюзив Это случилось и на всемирном хак-конгрессе 2015 года Где после вскрытия защиты PS4 был осуществлён успешный запуск Pokemon Emerald Не раздувая интригу, сразу скажу, что как GameCube, так и более поздние поколения эмулируются из рук вон плохо Более или менее комфортно поиграть выйдет разве что в какой-нибудь Super Mario Bros, Donkey Kong Tropical Freeze и прочие лёгкие игры В остальных случаях вас ожидает слайд-шоу, скрипящий звук и постоянные вылеты Если уж совсем угореть, то можно попробовать эмулировать Wii U или даже Switch, используя эмуляторы SEMU и USU в сборке под Linux Но особо надеяться здесь на что-то не стоит Даже описание самой концепции уже проклято Мы взламываем PlayStation 4, чтобы установить на неё Linux, чтобы запустить эмулятор Nintendo Switch И тем не менее, это даже кое-как работает Игры запускаются, но работают, правда, ужасно Хотя, кто знает, у меня базовая PlayStation 4 Вроде как взломанная PS4 Pro показывает результаты намного лучше Тем не менее, факт есть факт Вы можете запустить Зельду Дыхания Дичи на PlayStation 4 Следующий шаг запустить на эмуляторе Switch'а эмулятор PSP, а на эмуляторе PSP установить эмулятор NES И если вы спрашиваете сейчас Зачем? То вам просто никогда этого не понять Ты взламываешь PS4, потому что хочешь играть бесплатно Я взламываю PS4, потому что я сумасшедший Мы не одинаковые Так вот, встаёт главный вопрос Стоит ли игра Switch? Switch! Как обычно, решать, конечно же, вам Моей целью, по традиции, были поиски граней пердолинга Как далеко мы способны зайти? Ответ? Ну, довольно далеко Правда, возникает другой вопрос Оно вам надо? Тут уже вы сами решаете Достать PlayStation 4, которую можно взломать Уже непростая задача Мало кто захочет покупать консоль Ставить её на полку и ждать, пока появится взлом актуальной прошивки Разве что вы купите PlayStation 5 А если у вас есть PlayStation 5, то нафига вам PlayStation 4 взломать? Главная проблема Нестабильность взлома Консоль в любой момент может зависнуть Или у вас дома отключат свет Или вы случайно её выключите вместо режима ожидания И вам придётся накатывать хак заново Это не очень долго, но всё равно добавляет проблем Очень много гемора От себя могу дать совет Особо не спешите натягивать на глаз повязку с весёлым Роджером Да, вы сможете сэкономить на играх Но также вы довольно много потеряете Лучшим решением будет дождаться момента Когда PlayStation 4 совсем утратит свою актуальность А её библиотека перестанет пополняться новинками Требующими актуальной версии системы А там, кто знает И стабильная кастомная прошивка может выйдет И вот тогда всё будет в кайф И вообще не нужно будет умирать И Google такой Драсьте, чё? Чё там у вас? Суп